МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вместе с Коренной Соченко и Еленой Виллисовой несемся по новой дороге. Это альтернатива старому доброму курортному проспекту. Широкие полосы, электронные знаки, почти полностью отсутствующие перекрестки. Рулить одно удовольствие. Тоннели. Некоторые сданы за несколько дней до начала игр. Дорожники в пяти местах буквально пронзили горы. За 15 минут от Адлера до центра Сочи. Здесь ситуация посложнее. Пробки встречаются, пускай и достаточно редко. Главная причина – Олимпиада. Пешеходов стало в разы больше, и они в приоритете. Оригинальное решение организаторов игр – передвижные светофоры. Такие объекты стоят во многих оживленных местах на городских улицах. Игры закончатся, и их можно будет либо переставить в другое место, либо убрать на ответственное хранение, либо поделиться с каким-нибудь городом, который будет проводить подобные масштабные мероприятия. Грандиозная дорожная стройка – это не только развязки для наземного транспорта, хотя их количество поражает. Общая протяженность новых дорог – 672 километра. Построены и новые ЖД-магистрали. Ветку протянули до Красной Поляны, куда раньше добраться можно было лишь на машине. Новая дорога совмещенная, и рельсы уложены, и асфальт. Что до железнодорожной ее части, то возведена она с учетом всех современных требований. Здесь ездит так называемая «ласточка», способная развивать скорость до 200 километров в час. Но в Сочи такую скорость развивать и не нужно. От аэропорта Сочи до Красной Поляны, самой крайней точке, можно добраться всего лишь за полтора часа. Электрички пока хоть и бесплатные, но не совсем удобные. Все-таки добраться до свеженьких вокзалов тех же Сочи, Адлера или Хосты пешком впору не всем. В Олимпийскую столицу на помощь прибыли более 700 комфортабельных автобусов. Так называемый «олимпийский транспорт» – 11 магистральных маршрутов, еще больше коротких. Проезд также бесплатный. Часто ходят? Часто ходят. Ребята, очень чисто, прекрасно. В принципе, все нормально, я думаю. Везде все хорошо не может быть, но учитывая сжатые сроки, я думаю, хорошо. Все остановки снабдили табличками с якобы переведенными на английские названиями. И автоинформаторы в автобусах, причем и в обычных маршрутках, теперь двуязычны. Но порой доходит до форменного маразма. Остановка 50 лет СССР. 50 лет СССР. Но бог с ним переводом может так статься, что уже в летний сезон горожанам и туристам будет не до смеха. По поводу того, что весь олимпийский транспорт скоро отправят в Подмосковье, а это вопрос уже почти решенный, сокрушается и наш автогид Елена Вилесова. Летом 2013 года мне было очень стыдно, на самом деле. Когда эти бедные отдыхающие, они должны были стоять, как святки в почке, вожжутки там в автобусе. То есть нет именно общественного транспорта. Пока же люди общественным транспортом пользуются, не испытывая проблем в виде давки или долгого стояния на остановке. И платят 17 рублей за поездку в пределах одного района, 30 рублей за то, чтобы переехать в район соседний и 46 в поездке, например, из Сочи в Адлер. И повышать плату никто не планирует, несмотря на то, что в Сочи стоимость бензина повыше в среднем на рубль. А в следующей серии проекта «По ту сторону игр» речь пойдет о самом олимпийском районе, том самом Адлере. Сергей Мурзин, Павел Романюк, 7 канал, Новости 24 из Олимпийского Сочи.